Абдулманаб Магомедович был не только тренером, он был для нас старым отцом. Он всегда был строгим. Он всегда проверял, например, скажем, школьные дневники, как учеба идет в школе. Я не знаю, удивительным образом он узнавал у ребят какие-то проблемы есть. Он приходил и спрашивал, я слышал, что у тебя вот какие-то проблемы. Что там надо, чем надо помочь. И мы уделялись, откуда он это знает. Вот в зале у него был на втором этаже кабинет, и внизу бывала очередь людей. Просто люди приходили, у каждого свои проблемы, и он всем старался помочь чем-то. Он был очень хорошим семьянином, очень воспитанным человеком, очень требовательным человеком. Вне зали и в зале. Такой универсальный человек был. Шахматы хорошо играл, баскетбол хорошо играл. Все, что он делал, он хорошо делал. Если он где-то чем-то занимался, он это старался усовершенствовать. Он говорил, через лет 15, когда мы еще молодые были, он говорил, с империем я выйду вот этого бойца, этим выйду. И для нас это было чуть область фантастики. У нас даже выхода ЮСИ не было тогда. А когда мы начали уже его слова вспоминать и подтверждение получать к этому, мы уже другими глазами на него смотрели. На тренировках всегда была дисциплина. Строго очень. Опоздание он не любил в зале. Прически большие не любил. Объяснял эти прически, потому что мы всю тренировку потеем и просто пот заливает глаза и из-за этого может ухудшиться зрение. И он постоянно говорил ей, если вы хотите из этих причесок кому-то понравиться, это так не работает. У вас должна быть хорошая накачанная шея, красивый ремень и чистая обувь. Такая фраза у него была хорошая, но не орел. Чтобы там не ловили, можно сказать, звездочку, да, не зазнавались, да, чтобы были на земле. Ему всегда нравились тяжи. Он всегда любил тяжеловесу. Наверное, из-за того, что дефицит был, или я не знаю, они же такие пухленькие бывают. Мы же из-за этого. Он всегда говорил, запомните, сверху вниз не бегать, холодную воду не пить. Он всегда нам кричал во время тренировки. Добавили, добавили. 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 Добавили, значит, это уже хоть даже ты устал, значит, надо добавлять еще и больше, и больше. Можно сказать, весь наш город когда-то тренировался в Абдулманапе, там, хоть один день, два дня, там, или месяц, и кто-то даже больше задерживался. Ну, очень много людей прошло через него. Больше, чем тренер был, конечно. Мы понимали, что он, что его будет не хватать, но не до такой степени. Думаю о том, почему я не заходил, почему я не проводил с ним время, не слушал его мудрые советы. И многое отдал бы, наверное, чтобы просто посидеть с ним и поговорить. Ну, я не знаю, это не описать словами, какая это потеря. Это, наверное, не как-то вот почувствовал проходит, а это будет на протяжении всей карьеры какая-то пустота. У нас и в зале вот сейчас так. У нас нет этого человека, который может заменить. Не хватает его нам. По его методике очень много людей работают. Я думаю, наследие у него, такое наследие, которое хватит еще намного. Учеников стараюсь воспитывать. Я как бы руководствуюсь тем, как он нас воспитывал. В другой стране находясь, я использую методику Абдулманапа Магомедовича. И уже мои ученики уже являются носителями наследия Абдулманапа Магомедовича. И они уже обучают других детей. И это все вложено в его учениках, которые будут на протяжении многих лет растить молодежь на этом наследии. Передавать другим это ценности, любовь к своим традициям, к трудолюбию, уважению к старшим. Это все в нас заложено, и мы это будем передавать другим. Продолжение следует...